Итак, сегодня будет видеоролик на тему обзора ММВБ на предстоящую неделю с 28 октября по 1 ноября. И начинаем, как всегда, с Газпрома. Ну, в принципе, смотрите, что у нас. Газпром, наконец, вышел из своего боковика. В принципе, то, о чем я предупреждал и в предыдущих обзорах на Газпром, и в предыдущих обзорах на ММВБ. Смотрите, что получается у нас. Сейчас Газпром вышел из своего боковика, сформировав двойное дно. Он выстрелил. Далее, я полагаю, будет коррекция по данному эмитенту. Так как я тоже в Телеграме писал момент, главный, что 247 это будет сильное сопротивление. И то, что акция еще пойдет проторговываться вот сюда. Потому что не было проторговок. То, что вы должны для себя понимать. Так как если такие зоны появляются, где вот обвал был тупо красными свечами, это значит непроторгованные зоны. Куда быки, как говорится, лонговые спекулянты, всегда целятся. И всегда идут проторговать. Всегда. Вот это как завет. Не знаю. Как библейский завет. Вот всегда туда идут. Все. Вот. Значит, далее будет скорее всего дискоррекция. Мы тронем уровень 238. Вот в верхнем грани боковика. Может быть, если повезет, то пройдемся и ниже. 235. А то и 232. И потом уже посмотрим, какое будет распорядение на каких новостях. Там либо корпоративные будут новости, либо какие-то еще. Может, там будет то, о том, что мы сейчас не ожидаем. Плюс ко всему, тут трендовая линия в Газпроме есть. Вот она. Я думаю, вы увидите. Вот она идет отсюда. И вплоть вот до сюда. И то есть по ней сейчас акции тупо и пляшет. От нее отталкивается. Приходит, отталкивается. И там идет выше. Просто смотрите, какая ситуация сейчас Газпрома. Его если подбирать, то его подбирать непосредственно от уровня 238. И ниже там по 1%. Вот я лично так и буду делать. Вот, к примеру. Пришла акция на данный уровень. Сейчас. На данный уровень 238. И отсюда буду подбирать я по 1%. Я на что надеюсь в первую очередь сейчас? На то, что будет какая-то хотя бы определенной степени манипуляция в пределах вот этого боковика. Для того, чтобы брокеры, инвестбанки, инвездома и прочее немного надули толпу. Что сейчас происходит на поприще этом? Брокеры зазывают людей открывать лонговые позиции. Когда они зазывают это делать, делайте все сюда наоборот. Значит, они открыли шорт уже. Вот. Когда они призывают вас шортить, значит, открывайте лонги. Почему? Потому что в Газпроме сейчас, к примеру, все на хаях. Истахасик на хаях. РСА на хаях. Это говорит о том, что акция неминуемо все равно уйдет вниз. Тем более, образовал такую на свечу молот. Который все равно рано или поздно скатится вниз. Поэтому по одному проценту от уровня 238 стоит подбирать. И если повезет, то дойдем мы до уровня 225-223. И отсюда, грубо говоря, сформируется хорошая позиция. Грубо говоря, процентов 25-30 выделить на Газпром. Так как впереди будут все равно интересные новости. Это заседание Совета директоров 28 ноября. МСФО за 9 месяцев. Ну и тоже за третий квартал. Я думаю, тоже будет очень такой интересный, позитивный для нас. Как для частных инвесторов. Ну и также датские новости. В принципе, вчера Даня что сделала? Она дала добро для польской газовой трубы. Baltic Pipe называется. А Россия, она показала задницу. Ну как всегда. По сути, Дания, она всегда торгует своей натурой, как говорится. И рано или поздно все равно она даст согласие и для Северного потока. Поэтому не кипишуем. Газпром готовимся покупать от уровня 238 и ниже по 1%. Переходим далее. Ну, ВТБ это лютая проституция. Тут, как бы, маркетмейкер, он в пределах БКВК держит этот диапазон. Вот он был в начале БК 4 июля 19. Вот и по сей день бьется акция здесь. То есть, ни вверх, ни вниз. Вот в пределах БК бьется 0.44, там и 0.40. Плюс ко всему хочу отметить тот факт, что в ВТБ был треугольник. Я думаю, вы сейчас видите. Вот видите, вот этот треугольник был. Я даже пометил здесь. То есть, вот акция выстрела вверх. Акция сейчас его тестирует. Вот видите, выстрел и тест идет. Но дальше по локе еще должно быть распределение, то есть, выход вверх. Но данный выход вверх, я думаю, будет сопровождаться непосредственно корпоративными новостями. Поэтому я все-таки ВТБ я недолюбливаю, но и рост большой пропустить не хочу. Вот так как они 200 лярдов все-таки заработают за этот год. Хоть и есть некоторые противоречия о том, что ВТБ хочет списать долг для обороны промышленного комплекса и прочее. Но все равно они декапитализируют свою прибыль. Вследствие чего, все равно они там 200 лярдов там заработают. Это необходимо понимать. Так как сейчас сам этот дебил Костин, он уже взялся за голову и пытается непосредственно решить эту проблему, которую он 12 лет ни хрена не мог решить. Потому что живет под крылом государства. А когда банк находится под крылом государства, он никогда не развивает свой бизнес. Ну, Сбербанк, Сбербанк, это исключение по большому счету. Так как это банк номер один, и поэтому он просто обязан развиваться. Такие банки непосредственно, как ВТБ, там Ростсельхоз, там Райфайзен, господи, МКБ, это банки. Так, они по сути не особо такие бизнес заинтересованные. Поэтому повторяюсь, я думаю, коррекция по ВТБ все-таки будет хотя бы до уровня 0.042. Так как сейчас тоже есть небольшого рода выход из зоны перекупленности по стахастику. И тоже выход из условной зоны перекупленности по RSI. Поэтому коррекция все равно здесь еще будет определенная. Но пока что все находится непосредственно в руках бычар, который тащит эту акцию вверх. То есть ВТБ стоит пока на стороне покупателей. Это тоже необходимо понимать. Переходим далее. Северсталь. Вот по нему на самом деле очень интересный момент сейчас виден. Что именно? Смотрите. Уже 4 дня кто-то выкупает акцию. Не продает, а именно выкупает. Видите, вот в этом боковичке. Это у нас уровень 870... 881 и 871.2. Ну, называть это можете как хотите. Там айсбергами, шмайсбергами. Там не знаю. Нитями, фигитями. Вообще пофиг как его называть. Факт в чем? Факт в том, что 7 ноября будет еще заседание акционеров в Лондоне по Северстале. И вероятнее всего закупать под это событием. То есть смотрите, в чем факт. Те дебилы, которые кричат, что Северсталь поет еще ниже. Я не отрицаю этого. Вполне может реально пойти ниже. Но ниже она поет только после того, как проторгует. Вот это все проторгует. Как она прет на 950 и выше. Это надо понимать. Потому что где нету проторговок, это просто идеальная зона для боков туда прийти еще раз. Поэтому Северсталь, если она уж и бомбанет вверх, то она бомбанет на корпоративных новостях. Это надо понимать. А корпоративные новости будут у нас со дня акционеров 7 ноября. Плюс еще 29 ноября будут дивиденды по Северстале. И я думаю, к этому моменту все равно Северсталь затащит вверх. Почему? Потому что неважно, какие дивиденды в Северстале бывают, там хоть 20, 30, 50 рублей, условно говоря, ее все равно тащат вверх. Вот то, что сейчас такой вот угол получается постепенно, все равно, я думаю, будет вынос вверх непосредственно хотя бы перед дивидендами, хотя бы до уровня 950 и 955. Плюс в целом сами осцилляторы, стахастика и RCA, они не против пойти, грубо говоря, вверх. Плюс ко всему, я такие же манипуляции помню еще и раньше были, когда акцию, грубо говоря, тащили вверх. Ну, бывали такие моменты. Ее консолидировали. То же самое они большие дяденьки набор ввели. Вот такой подобный набор, как мы видим его здесь. Вот, и потом, как правило, акцию запуливали вверх на проторговку тех зон, где были непосредственно красные свечи, где акцию давили до полной жести. Поэтому я акцию все равно держу, Северсталь, там где-то 20% от портфеля или 22,5%, господи, не помню уже. Держу, держал и будут держать. В принципе, я думаю, все равно перед дивидендами акцию еще вверх затащат. Особенно перед днем акционера, там есть какие-то позитивные новости, будут с него идти. А, в принципе, в Северсталь ничего плохого не произошло. Почему? Потому что фундаментал у компании все равно крепкий. И, по сути, она акцентируется, в первую очередь, на цены металлопродукции непосредственно внутри России. Плюс сейчас брокер зазывает шортить всех металлургов. А это означает то, что эти сволочи, эти акции выкупают в лонг. Это тоже необходимо понимать. Когда брокер вам что-то говорит, делайте всегда все это наоборот. Потому что вас брокер пытается обмануть разными путями. Ему плевать, как вы будете зарабатывать. Ему нужно с вас деньги снять, содрать конкретно. Комиссионные, чтобы вы там, не знаю, в рынок в убытке все продали и прочее. Поэтому имейте свое голову и позиции в убытке особо не фиксируйте в таких акциях, как «Газпром», «Северсталь» и прочее. Переходим далее. Ну, по Сбербанку привилегированным все так же, как и по Сбербанку обычки. Плюс к всему, я вам тоже ранее говорил, что Сбербанк пойдет закрывать свой див-гэп. И вот, видите, он уже подошел. Он почти его закрыл. Ну, так что мне овация, пожалуйста. Вот, далее. Сбербанк обычка. Гэп только ей предстоит закрыть на уровне 249. Ну, она почти вот дошла. Я думаю, по Сбербанку все равно будет какая-то коррекция, так как акция дико перекуплена. Вот то, что вы можете видеть. Вот, она скорректируется до уровня... Обычка до уровня... Где он, господи, этот уровень-то? Вот до этого уровня. Вот сюда. Если уж он его пробьет, то пойдет непосредственно сюда. И потом уже отсюда оттолкнется опять вверх непосредственно на закрытие гэпа. Почему? Потому что сейчас покупатели Сбербанки крайне сильные, как никогда ранее. А, черт. Он только что дико чихнул. Каждый раз, когда я чихаю на такие моменты, это означает то, что прогнозы, как правило, сбываются. Поэтому, если у вас есть Сбербанк, вы его держите. Я, честно говоря, сам берусь за голову и выдираю на своей башке волосы, потому что я покупал Сбербанк привилегирован по 192 рубля. Потом я продавал его, помню, в сентябре по 200, что-то там, 4, по-моему. И хотел купить по 197, но, сука, не купил, потому что эти сраные бытовые проблемы. Ну, есть некоторые. Меня просто отвлекли и не взял. А он вон куда улетел, блядь, на закрытие гэпа. Хотя я изначально, в принципе, вам тоже ранее, об вас ранее повещал о том, что я хотел бы увидеть закрытие гэпа по Сбербанку. Ну и вот он паскуду гэп свой закрыл. Почти, вот, привилегированная акция. Поэтому, если она у вас есть, то держите. Если у вас ее нет, то туда не лезьте, потому что в ней будет скоро сильная коррекция. Это про Сбербанк привилегированный и про Сбербанк обычный. Далее Роснефть. Ну, по Роснефть все, в принципе, стандартно. Ничего не меняется, как был боковик уже с 21 ноября 2018 года. Так боковик, по сути, и остался. Это вот недельный график. В принципе, у акции есть гэп, див-гэп на уровне 500. Вот он здесь, видите? Вот видите, вот он здесь. И акции, если сюда поет его закрывать, то, скажу сразу, это путь очень тернистый. Это не сразу она поет закрывать. Вот, если она поет его закрывать, то поет закрывать на корпоративных новостях. Плюс ко всему стоит помнить то, что в акции, в принципе, позитива очень много. Я бы сам в нее вошел, если бы она ушла ниже 410. Вот ниже вот этого уровня. Пошло бы сюда, сюда. А то и вообще на сам уровень 430-90. Я бы ее там подбирал, потому что, в принципе, эмитент очень интересный. Хоть там и козлодой Сечин сидит, но он хоть и гондон полностью штопанный, но все равно. Акция, компания у него крайне крепкая. В принципе, если у вас Роснефть есть, если вы, условно говоря, покупали по 3099, по 397, держите. Почему? Потому что придет тот день, когда акция просто бомбанет вверх и улетит там выше 440. И там на все 460, 470, 480, и потом пойдет закрывать свой ГЭП на 500. Вот, поэтому держите. А мы, как говорится, будем бежать и торопиться на этот скорый поезд Роснефть 500. Тут, плюс ко всему, еще образовался такой паттерн, как повешенный. Но, в принципе, акция все равно относительно перекупленная. И поэтому коррекция по ней, я все равно думаю, она будет. Почему? Потому что сейчас весь рынок у нас перекупленный. Слишком дико перекупленный. И корректоз, я думаю, будет вот сюда. К уровню 412, к уровню 407, как было ранее. И дай бог, чтобы к уровню 400. Так, господи, забейте меня на этот поезд, пожалуйста. Я тоже хочу заработать на Роснефте еще раз. В принципе, наши прогнозы по Роснефте хорошо осуществляются. Когда я давал вам еще, помню, прогноз по поводу того, что он будет еще 440 стоить. Это был взрыв нефтяной. Нефтяные... Короче, в Саудск-Аравии бомбили нефтеперерабатывающий завод. Вот, она выстрела, пошла на 440. Ну и это позитив для нашего, грубо говоря, сообщества. То, что мы, как говорится, это предвидели. Как Нострадамусы, как Ванги, как Коперник. Как там все прочие другие всевидящие. У нас третий глаз широко раскрыт. Это надо понимать. Мы все видим, все. И по Роснефте тоже мы потом в нее зайдем. Засядем в нее на уровне где-нибудь 400. Вот 10, вот здесь. И 400 ровно. Далее Россети. Ну, в принципе, что по Россетям? Я не могу, не знаю, что про нее сказать. Почему? Потому что... Ну, эта акция, ну, блин, она не спекулятивная, так скажу. Она хоть и ходит идеально по техническому анализу. Идеально. Но ее нужно брать и держать. И держать ее долгое время. Господи, надо в себе спекулянта внутреннего убивать. Почему? Потому что этот внутренний спекулянт, он... Он ничего хорошего не сделает. Господи, лучше быть инвестором и, не знаю, особо не суетиться. Как говорится, не бежать за быстрой прибылью. Ну, что мы видим здесь? Нейтралитет. Кто-то, по сути, опять подбирает акцию. Вот здесь. Вот видите, опять, блин, боковик. Ой, не разгружает, а именно кто-то подбирает ее. Господи, надо бы самому туда побыстрее запрыгнуть. В принципе, это означает то, что если кто-то подбирает, то, как говорится, акция скоро выстрелит в таком нормальном порядке. Тем более, такция имеет преимущество ходить против рынка. Это тоже необходимо понимать. И, кстати говоря, если вы собираетесь инвестировать в электроэнергетический сектор, то инвестируйте в такие компании, как Россети, ФСК ЕС, ОГК, Ленэнерго и Интерау ЕС. Ну, грубо говоря, покупайте доли этих компаний по 2,5% их и формируйте общий портфель по электросетевым компаниям до 10-15%, чтобы в будущем поймать на них очень хороший рост. И, к примеру, те же самые Россети, я думаю, они скоро улетят куда-нибудь на север. Вероятность этого крайне высока уж, по крайней мере. Надо жать по нему тоже отчетам. Далее Татнефть. Еще раз. Минутка для нашего общего самоутверждения. В чем оно состоит? Стоит в том, что, ну, к примеру, я, вы, там, всякие Васи, Иваны и прочие люди также говорили, что будет закрытие Дивгэпа по акции в скором времени. Ну, в принципе, акция пошла закрывать свой Дивгэп. Ой, блин, сформировал такую свечу, как повешенный. Вот. И плюс есть такая небольшая перекупленность. Вот здесь, ну и почти вот здесь на RCI. И, в принципе, когда акция закроет свой Дивгэп полностью, она пойдет в свой корректоз. Вот. К уровню вот сюда пойдет, сюда пойдет. И, в крайнем случае, придется вот сюда. На уровень 612, 627 и 640. В принципе, если у вас имеется это отнять в портфеле, то держите ее, так как есть риск того, что эта акция в этом месяце, ну, в ноябре, может неплохо вырасти, потому что она заинтересована в том, чтобы ее включили в список, в индекс MSCI. Вот. И если ее туда включат, а было условие изначально такое, чтобы она выросла на 10% вверх до 27 ноября, то тогда ее подключат в MSCI. Если она не вырастет, то ее подключать никто не будет. Поэтому прогноз вот такой нейтральный. Если есть, держите. Если нет, то не лезьте. И риск торваться на коррекцию также велик. Далее про нашу всеми любимую и разбитую куртизанку Магнит. Вот. Непроторгованная территория есть. Вот здесь вот от уровня 35-50, ну, и вплоть до вот этого уровня 32-62. В принципе, по нему здесь будет технический отскок, но у меня так здесь в доле 5%. Я брал ее уже непосредственно изначально 5%, да, это как бы инвестиционная часть. И там еще спекулянство в ней было, но оно как бы особо-то таким добром-то не увенчалось, к сожалению. Потому что кто-то ее тащит вниз и дошли вот до этого довольно крепкого уровня. Вот. Довольно даже такого, своего рода, исторического. Вот на этом уровне, видите, стоит 32-0-0. Кто ее тащит, да, вопрос, конечно, интересный. Но в любом случае, если Магнит у вас есть, то держите, поскольку там скоро будут дивиденды. И плюс необходимо будет Магнит рассмотреть, куда ему идти эти 14 миллиардов от компании, его сообщника, который для Магнита заработал 14 миллиардов рублей только дивидендами. Они либо эти деньги отправят на выплаты дивов, 14 миллиардов в Магните, либо на что-то еще. Это необходимо новости дождаться непосредственно до декабря, когда именно будет декабрьская диво-отсечка по Магниту. Поэтому, естественно, держите небольшую долю. Надеюсь, у вас там доли небольшие, потому что в такие ритейлеры сейчас нельзя входить в большой доле. Потому что они крайне рискованы в том аспекте, что покупательная способность россиян падает, бабки, зарплата их падает. Большая часть россиян просто бомжует почти, нищает в прямом смысле. В большой России я не беру центральную часть, там, Москву, область, там, Петербург и прочее. Вот. И поэтому прибыль сейчас всех ритейлеров, она резко снижается. Я думаю, тоже вы там отчет по пятерочке видели, по X5 ритейл, пятерка. Там тоже не прибыль упала. Поэтому глаз алмаз и ухо востроя, особо в такие ритейлеров, на большой процент никогда не лезьте. По крайней мере, ближайшие года 2-3 точно не стоит в них лезть на огромный процент. Но инвест-часть по ним, я думаю, иметь можно. Так как, когда эта вся проблема закончится, таким вот внутренне российским дестабилизационным процессом, то там зарплата будет расти у россиян, если такое будет в скором времени. И прибыль тоже ритейлер впает вверх на фоне общероссийского, грубо говоря, потреблятства среди россиян. Там покупки товаров, хренаров и прочих всей этой темы. Ну и последнее, это ММВБ и РТС. Ну смотрите, я, в принципе, говорил о том, что здесь есть гэпы. Гэп вот здесь по ММВБ есть уровень 27.60 и Гэп вот здесь есть уровень 27.52. Все равно Инекс пойдет их закрывать в скором времени. Вопрос, как это будет? Либо обвал большой, либо там вот такой формат. Надеюсь, что будет обвал. Вот это я просто желаю увидеть, как счастливый день. Плюс ко всему, Индекс показал нам повешенного, паттерн, и видим его общую перекупленность. Тем более, Индекс рос довольно длительное время. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь дней без остановок. И поэтому им просто необходимо устроить большую коррекцию. То же самое и по РТС. Гэп, уровень 1365 и 1355. И он тоже пойдет закрывать либо волнообразно, либо если будет негативной, то обвал. Поэтому в основные акции лезть особо не стоит. А именно, я считаю, стоит подбирать непосредственно Газпром. Вот по одному проценту покажут за каждый рубль от уровня 238. Потому что сейчас все зависит непосредственно от внешней конъюнктуры рынков. Ну и от внешней политики тоже в целом. На этом все. Подписывайтесь на канал Саймонов Биржевик. Я его переименал в его оригинальное название. Потому что Саймонов Капитал звучит как-то крайне нелепо. И как-то по-гейски очень сильно раздражает само это слово Капитал. Сраные пиндоси. У нас биржевая торговля. Ее основа аналитика. Фундаментальный технический обзор акций. А также торговые идеи. Помните, что мы все обречены на прибыль. Лиз лишь на фондовом рынке Ждун зарабатывает максимум. И этот Ждун как победитель берет все. Как говорится, winner takes it all. Есть такая песня от Сэми Хаггера в 80-х годах. Супер песня. Послушайте ее. На этом все. Благодарю за внимание. И до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok